Нам не нравится Хабиб, нам нравится Конор. Можете вставать, ребят. И большими буквами написал мысли очкошника. Для меня это вообще дичь какая-то, вообще полная. Фан-тас-ма-го-ри-хья. Все скинхеды Москвы писали мне, что я предатель, не поддержал Фёдора. Юсуп, значит, предстоит очень долгое, продолжительное и, самое главное, насыщенная и высшей степени интеллектуальная беседа. Поэтому нам нужно немножечко размяться перед этим. Разминать мы будем, понятное дело, не только тела, но и мозги. Поэтому предлагаю начать с простого и понятного задания. Шесть вопросов из школьной программы. Даю варианты ответов. Соответственно, если ты отвечаешь правильно на 4 из 6, то я целую одну минуту стою в планке. Если же ты не отвечаешь на 4 из 6, то, соответственно, стоишь ты целую одну минуту в планке, но ты человек подготовленный, поэтому ты сможешь это сделать на одной буквально руке. Договор? Да. Все, погнали? Давайте. Итак, первый вопрос. Скольким метрам равна одна миля? Варианты ответов. 500 метров, 1609 метров или 2000 метров? 1609. Это правильный ответ. Скольким метрам равна одна миля? 500 метров, 1609 метров. 1,6. Хорош. Единица измерения силы тока. Может быть, сразу скажешь? Ампер, вольт. Так ампер или вольт? А мне же да... Ампер, вольт или ватт? Ампер, вольт, ватт. Измерение тока. Силы тока. Силы тока. Ватт. Нет. Ампер. Самая длинная река в мире. Янзы, Нил или Амазонка? Я думаю, Амазонка. Ты правильно думаешь. Желчь образуется в желчном пузыре, поджелудочной железе или печени? Ты как тренер должен знать, наверное. Так, ну, я думаю, она образуется в печени. Молодец, молодец. Все правильно. Желчь образуется в желчном пузыре. В пузыре, конечно. Хорош, в печени, правильный ответ. В печени, да? Да, все, уже поздно. Неправильный ответ, так что я буду качать за это, чтобы в фланге не стоять. Правильный вариант написания слова фантасмагория по слогам. Фантасмагория. Блистательно. Фантас, фантасмагория. Все через А. Нет, не все. Фантасмагория. Вот после Г, О, Магория. Да, все верно, фантасмагория. Что значит определение какое-то? Это один из жанров кино, ну там невероятно фантастический, что в принципе... Да, я думаю, это никнейм на следующий канал. Ну и следующий вопрос. Самая северная республика Российской Федерации. Карелия, Саха или Дагестан? Карелия, Саха, Дагестан? Думаю, Саха. Правильно, правильно. И это капитальный красавчик выстегнул. Все, на этом вопрос у меня закончились. Ты победил. Поэтому я целую одну минуту в начале нашей программы буду стоять в планке и буду оттуда что-то там подвякивать. Ну а ты, молодец, замечательно. Пойдем. Вот тут сложно, конечно. Я бы, конечно, вот между Карелия, Саха, Ту... Я думаю, что... Вот надо выбрать между Дагестаном и Сахой. Я думаю, что Саха... Правильно. Пойду в планку стоять. Блин. Так, друзья, наши унижения начались. Продлятся они, я надеюсь, не так долго. Маэстро следит за четкостью выполнения упражнения, да, потому что если у кого-то жопа провиснет, да, то все заново. Начинаем общаться с нашими дорогими гостями. У Лёфи провисает немного. Этого никто не видел. Юсуп, две недели с начала Нового года уже прошло. Расскажи, пожалуйста, как проводил это замечательное время? Чем занимался? Я отдыхал у себя на родине. Да, можешь не торопиться, да. Кушал, набирал вес. Вешу 82, уже 83 даже. Неплохо. Серьезно. То есть в основном был отдых такой? Да. О тренировках даже не помышлял? Ну, у меня все еще реабилитация, я не могу тренироваться. Вот они что. Макс, твое первое января началось традиционно с пробежки. В 7.30 утра, да? Да, ты говорил, что все желающие могут тебе присоединиться. Много было народа? А, да. Был один человек. Целый один? Один ты или один? Это ваша минута. Можете совать, ребят. А, все? Спасибо. Блин, такие... Первого января я пробежал 6,5 километров. Трасса Ларисы Лазутина. Кто знает эту трассу в Одинцово? Она лыжная и вся вот такая вот в горках. И второго января я уже лежал с температурой 39,9. Хорошо, тренировка прошла. Да, все мои праздники так, ну, на больничной конке, собственно. Наша программа обычно повествует о том, что происходило, да? Поэтому мы обсуждаем самые актуальные новости из мира единоборств. Но понятно, что сейчас их пока нет. Поэтому поговорим о делах будущих. Вот, собственно, пообщаемся по поводу рыжего сантехника, которому очень скоро предстоит сразиться с Дональдом Сороне. Что думаете по поводу этого поединка, Юсу? Вообще ждете поединок? Да. Я жду. Я жду возвращения. Конора мне интересно, в какой форме он вернется. Какие мысли по этому поводу? Такой паузы. Мысли, кто выиграет? Нет, в какой он форме будет? Я думаю, он будет в хорошей форме. Я думаю, он смотивирован. Потому что последнее у него было поражение. Я думаю, он будет смотивирован. И я думаю, он выиграет. Максим, ждешь с боем? Ну, мне вообще персона МакГрегора, она как-то, ну, как бы противоречила достаточно. Я ее воспринимаю просто как спортсмена, не как медийную личность. Ну, как мейн-ивент, интересно, в принципе, с точки зрения технического какого-то составляющего момента. Парни, вот МакГрегор за последние три года провел всего один бой по правилам ММА, который он уступил. Но, тем не менее, он остается в топе рейтинга. И до сих пор самый популярный и высокооплачиваемый спортсмен. С чем это все связано? Я думаю, с хайпом, который вокруг него, с его популярностью, естественно, ну, интересная личность, как персонаж. Он интересный, интересный, и плюс у него реально хорошая техника, ударная чувствительность. Ну, в первую очередь своей скандальностью, мне кажется, он держится в топе, продавая. Макс, ты как считаешь, почему такая бешеная популярность Коннора? Ну, наверное, потому что он хорошо одевается. Потому что у меня не было несколько разговоров. Я не думаю. Послушай, я расскажу. У меня было несколько разговоров. Просто люди, узнав, ну, это один из каких-то критерий, которых я тебе говорю, я сейчас скажу, которых я знаю. Потому что я сталкивался с людьми, которые узнают, что я смешный гейноборств, там, спортсмен, действующий и так далее. Соответственно, они мне говорят, а вы знаете Коннора МакГрего? Я начинаю разговаривать, то есть это там молодые ребята, там, взрослые, там, девушка. И вот они говорят, нам не нравится Хабиб, нам нравится Коннор. Я говорю, хорошо, давайте. Объясните, почему вам нравится Коннор? Он говорит, не знаем, вот нам нравится Коннор. Как бы он хорошо, девушка мне говорит, что он хорошо одевается, а у Хабиба уши сломаны. Ну, это один критерий. Второй критерий то, что, ну, вот, восприятие по телевизору спортсмена несет вот эту дикую популярность. То есть он, ну, смотрится хорошо на картинке, все-таки он его наловил. У него хорошие дорогие костюмы, дорогие вещи. Он хорошо говорит. Да, он, ну, говорит, поскольку, поскольку, потому что мы знаем... Не берем грязь, но в целом говорит хорошо, интересен. Он говорит интересно, да. Да. Я не считаю, что он хорошо одевается, и он мне как-то и тоже не импонирует. Мне нравится его стиль ведения боя, его чувствительность. Мне интересно. Ну, единственное, во-первых, он, да, очень острый левша. Ну, мне нравится его техника, а как личностью, ну, мне он не интересен, на самом деле. Он и несет плохое в массы, ну, и много, много таких, да, провокационных моментов у него было. Хорошо, Конор плохой парень, такой бэтбой, и мы часто говорим в России, у нас не та ментальность, трешток не наша история и так далее. Недавно перед боем Конора и Сирона, Сирона высказывал свои мысли перед боем, его там снимали, и Хабиб выложил к себе в сториз часть интервью Сирона, и большими буквами написал мысли очкошника. Не кажется ли вам, что это, ну, как-то неуважительно к парню, который занимается тем же делом, что это... Ну, и в целом, это, ну, похожая история на то, с чего Конор начинал, то есть, и то, чем Конор тоже занимается. В принципе, он тоже оскорбляет людей и выводит их на эмоции. Ну, здесь я не понимаю, для чего Хабибу выводить Сирона на эмоции, так как их бой все равно не состоится и не планировался. Он и смысла-то не имеет. Да, смысла не имеет. Я не думаю, что он пытался... Ну, я думаю, он просто высказывал свое мнение. На самом деле, Сирона не стоило, ну, открыто это заявлять, что он боится. Но он же пишет, что он там с каждым днем, он боится. Что-то такое же выкладывал. Ну, он говорит, нет, что в целом он нервничает, что там... Есть слово, было слово, боится. Об этом же говорил... Давай, Макс, что... То есть вы, ну, вы запись видели на оригинальном английском, американском, или это был перевод? Я видел перевод, я не смотрел. Контекст разговора просто, вот я вам еще раз говорю, ребята, которые занимаются переводом определенным видео к нам на нашей площадке, платформе, он иногда некорректен. Я сам нехорошо английский знаю, но иногда слышу и воспринимать контекст, то есть неправильное слово просто. У них разговор, он говорит о простых вещах, которые природа, в природе у человека, иногда выходя на бой, когда подскакивает адреналин гормон. Ты знаешь об этом, кто в клетку выходит там. И, собственно, ты знаешь, что этот страх животный, он есть. Он не страх, я считаю, что он должен был поменять, может быть, слово страх на слово волнение. Ну, ЖСП говорил всегда, что ему чертовски страшно. Ну, здесь ничего такого не было. Я не понимаю, что страшно человеку. Ну, не должно быть страшно, если он уходит на бой. Возможно, у него есть волнение, что он... Определение неправильное. Да, определение слова. Определение неправильное, да. Вот это эмоции, определение неправильное. И, возможно, как-то оно переведено неправильно. Опять же, это контекст, это проблема... Если он говорил, I fear, например, или I'm afraid, то он говорит о своем страхе. И если он сказал, I'm nervous, это уже совсем другое значение. Хорошо, но в целом, парни, очкошник, это же, ну, такое слово. Даже вот, посмотрим с этой стороны, я не придираюсь. Мне, как бы, честно говоря, эта история достаточно параллельна. Но если вот сейчас логически подумать, да, человек с многомиллионной аудиторией, пример молодежи, особенно мы знаем горячую молодежь с Кавказа, и он, например, говорит, ты очкошник. Значит, и парням по 15 лет можно говорить, если он считает, да ты очкошник. То есть, в целом, это нормальное слово. Ну, оно слишком громкое слово, я с этим согласен, да. Да, сама смоделировать ситуацию, то есть, если бы они были, я уверен, что Хабиб максимально воспитанный парень, и он бы Макгрегору так не сказал. Просто мы опять, вы к нам не приедете... Сирона ты имеешь в виду? Да, Сирона, точнее, Хабиб не сказал Сирона не так бы. То есть, преподнеся, надо в контексте, надо услышать мнение еще Хабиба. То есть, мы воспринимаем картинку по-разному, 3-4 человека воспринимаем по-разному. Ну, может быть, это некорректно, но он выразил свое мнение. Да, да, да. Я просто не знаю это видео, я не видел, я просто видел скриншоты, когда выкладывают. Не знаю, о чем там идет речь. Как это преподнесло СМИ именно UFC, понимаете? Может быть, там общая картина, она одна была, они делают вырезки и преподносят по-другому. То есть, мы вот это можем... Ну, насколько я понимаю, стоит вопрос, стоило ли именно этим словом... Да, например, можно было сказать, ты там, не знаю, там, трусливый, молодой, трусливый, да. Ну, все же это лучше, чем слово очкошник. Ну, оно сленговое просто, это опять же... Ну, оно грубое, реально, оно прям сразу очерчивает. Ну, я согласен с тем, что оно грубоватое, да. Можно было заменить тем же трусливым. Трусливый. Ну, как-то, не знаю, там, молодушный... Или боязненный. Нет, боязненный. Просто, опять же, для чего все это делается? По-толстилски. Давайте вернемся к Конору Макгрегору, который заработает за свой бой с Дональдом Соррона, по последним данным, 80 миллионов долларов. Опять же, опять же, это все с его слов. С его слов, да. С его слов, и он монетизирует, это все не контракт выплатит ему на счет, это все... Он монетизирует, опять, свой бизнес, который связан с производством алкоголя, рекламные какие-то контракты и все остальное. Он сказал, гарантированный гонорар 5 миллионов и 75 миллионов с ППВ. Он именно акцентирован на ППВ? Да, да, да. Я не думаю, что это голословно. Мы пока не знаем цифр. Давайте начнем с того, что UFC даже выкладывая зарплаты и бонусы, иногда кривит душу, и уже это не первое, я слышал, там, претензии к ним, то, что, ребята, ну, вы получаете не те деньги. Или те, или меньше, или больше. То есть мы не можем точно сказать, если он покажет нам бумагу, ну, что об этом говорить, 80. Он сейчас завтра скажет 150, оказывается, и мы будем все об этом обсуждать. Ну, то есть это как-то обсуждение желтой прессы, это как-то, ну, некорректно, мне так кажется. Еще одна тема, которая сейчас живо обсуждается, это бой, который состоится 3 апреля. Александр Гемельяненко против Маги Исмаилова. Мага, получается, твой земляк, у вас замечательное отношение. Макс, ты тренировался с Александром в одной команде долгое время. Ну, в одном зале, можно сказать. Да, вы давно знакомы. Означает ли это то, что в этом бою у вас будут разные фавориты, вы будете болеть за разных бойцов? Да нет, я могу сказать даже, кто победит. Давай. Блин, мне считают, что Магомед выиграет. То есть это, ну... Нет, выиграть, да, болеть за кого будешь. Да я не буду болеть вообще там ни за кого. Я вообще считаю, как бы, ну, там... Вот бой, взять бой таким способом, просто, ну, как бы, типа разговорами и раз бой сделать. А вот мне интересна более спортивная сторона. Почему? Ты же тренировался с Сашей. Почему? Ну, что, если я с ним тренировался, это не значит, что я, как бы, буду думать, что он. Потому что бэкграунд Саши, я так считаю, что у Александра борьба, ну, она не самая лучшая, подходящая для смешных единоборств. Просто это Тони Джонсон показал, например, в этом бою. Но Тони Джонсон весит 140 килограмм. Да дело не в этом. Но, слушай, Саша тоже весил там 110, 100 с чем-то. И был в лучшей форме. То есть он бил его руками. У Саши школа самбо. Да, он может бросать в куртке. ММА, это вообще... ММА, борьба в клетке возле стены, это планета, ну, даже ни с одной борьбой нельзя сравнивать. Если упали в партер еще, да, возле стены это работа абсолютно, ну, разная. С ни с одним видом борьбы нельзя сравнивать. И у Саши, как бы, я считаю, что он как-нибудь более разносторонен. Во-первых, он левша, и Саша, ну, будет тяжеловато с ним. Скорости немножко другие. То есть, куда-то сюда, там, второй, третий раунд, может быть. Он взрывной. Но это мое мнение, как бы, я вот просто... Мнение мое, кто выиграет? По поводу, да, по поводу боя вообще. Я тоже думаю, что Мага выиграет, потому что... Потому что он, как бы... Ну, как... Да, вот Макс правильно подметил, скорость другая. Более взрывной. Более взрывной. Борьба у него есть неплохая. Он может его затаскать сначала, потом зацепить. Он может его... Я видел несколько видео, где на тренировках Саша падал. Падал, вот боксер там, по-моему, был, но маленький. Арби, да, Арби, я вам на секунду скажу, это мастер-спорт международного класса. Да, он хороший боксер. Опять же, здесь идет бой в кентусах, зацепив, все равно ляжет человек. Тем более, такие веса. Мага бьет тяжело. Он бьет тяжело тоже. Я думаю, что Магомед присмотрелся к этим короткометражкам и будет от этого тактику свою строить. Я думаю, что Магомед выиграет в этом мое. Хорошо, все. Два наших гостя думают, что выиграет Магомед. Ну, достаточно скоро мы об этом узнаем. Деньги не ставьте. Так их нет. Не знаю, было бы что ставить. Ну, не знаю, накрутки у вас на ютубе нормальные там. Мы работаем за ютубом. Мы поговорили о спортивной составляющей. И сейчас давайте перейдем немножко к скандальной. Тоже нельзя обойти стороной эту тему. Недавно появился в интернете ответ Александра Емельяненко своему старшему брату. Это, наверное, Макс, больше вопрос к тебе. И Александр достаточно жестко высказался. Ты знаком с обоими братьями, как я понимаю, да? Да. И вообще ожидал ли ты такой жесткой реакции? И вообще с самой историей вот этой грязноватой международки? Да весь прикол в том, что я просто смотрел интервью Федора. И, ну, вот перед турниром, ну, не знаю, кто брал, да, в Японии. Я просто понял, о чем это интервью. То есть я его знаю, ну, как бы я знаю, о чем Федор говорит. У меня сегодняшний день Александр мертв. Понимаете? Он пропадает. Я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Потому что я знаю, насколько поцеркленный Федор и о чем он говорит. То есть там был разговор, ну, если кто не знает из контекста, что он говорил о том, что душа Саши, она, ну, он православный человек, и она вроде для него как, ну, мертва. И опять ваши коллеги-журналисты преподнесли или как-то это Александру, что Федор сказал, что ты мертвый. Ну, тут и понеслось, как бы, скажи, иди свечку поставь. Ну, это я, для меня это вообще просто, ну, какая-то стремная вообще. То есть ты считаешь, что он просто не разобрался? Во-первых, не разобрался. Во-вторых, я как бы даже, ну, не стал бы отвечать, как бы, ну, старший брат Федора. Это же не прописью интервью. То есть это видео. Федор говорит, тут нет такого, что это монтировали. Вот сходу вот я задаю вопрос. Это вот у нас сейчас идет беседа. Мы что-то вырежем. Я имею в виду сам контекст, как донесли Саше эту информацию. Саша не видел это интервью. Так что мешало перед ответом посмотреть, тоже немаленькие идеи. Ну, то есть ты ко мне подходишь и говоришь, Макс, вот про тебя так сказали. Что ты имеешь в виду? И включаешь телефон сейчас. Я сейчас подожди, дай-ка мне найти это интервью. Так посмотрю, там вот 40 минут буду смотреть. Ну, я бы так сделал, на самом деле. Ну, слушай, я не знаю. Подожди, Саша, я бы попытался разобраться. Я бы тут посмотрел интервью брата Федора. Вот потом уже он сказал это все. Уже он второй раз, когда он стоял где-то там на стадионе. В зале там он одно сказал, потом другое сказал. Ну, и, блин, для меня это вообще дичь какая-то вообще полная. Ну, вообще, я считаю, что взаимоотношения братьев, они не должны быть... Прикол еще, знаете, там... Да, они не должны быть. Весь прикол в том, что Федор старший брат. Я просто знаю очень много историй от Федора про Александра. И не дадут соврать, что это было все. И многие знают в команде, в Старом Осколе, кто близко знает всю семью, что это было. И просто прислушаться, то, что говорит старший брат, хотя бы не отвечать в медийном пространстве. Давайте еще поговорим, раз уж залезли в такую достаточно, не знаю, не совсем, наверное, приятное обсуждение. Давайте обсудим историю, произошедшую между братьями Емельяненко и клубом Ахмат. Макс, наверное, это больше к тебе. Два брата, один клуб, но совершенно разные истории. С одной стороны, история, когда на Федора начались нападки из-за детских боев. С другой стороны, младший брат, у которого дружеские отношения с клубом Ахмат и дружба в целом. Как вообще в клубе обсуждали, как-то эта история с Федором чуть подзатихла, пропала все, не знаю, ее решили? Ну, как бы два брата, две разных жизни, две разных судьбы. И у одного есть общение там с руководством республики, но у второго нет общения. Ну, как бы, что там, что там непонятного? Ну, в целом, для тебя это не странно, то, что два родных брата, и тут одно на одного накинулись, а второго приютили. Ну, а он был приючен тогда, да? Ну, он же подписал контракт с клубом. Я могу даже так сказать, как бы, ну, это мое личное субъективное мнение, что не то, чтобы приютили, а дали шанс. То есть, Саша, выйдя из тюрьмы, никому нафиг не нужен был. Вы о нем начали разговаривать когда? Ну, то есть, эта история не связана с Федором. Я не могу это связать какие-то, это какие-то вот эти, вы ищете... Какая история не связана? Я немного... Ну, вот, смотри, то есть, выходит Саша из тюрьмы, классный боец, и клуб Ахмат его, например, берет. Но скандал был с Федором до этого или после? Да, в целом, там все параллельно. Да, в одно время произошло. Саша, да, там или осенью, или весной освободился, а что-то там весной, по-моему, а осенью, там, вот, был скандал. Ну, там все опять преподнесли. Я вот только вспоминал сегодня, да, если вы спросите, у меня до сих пор истории сохранены, как... Все скинхеды Москвы писали мне, что я предатель, не поддержал Федора, и все едут меня убивать и резать. Ну, то есть, адрес я скинул, никто не приехал. Естественно. Здесь не надо искать никаких сакральных историй. Ну, а в клубе как-то с Федором эту проблему решили, как-то поговорили, может быть? Ну, там я все, там, на уровне, там, главы республики Рамзан Ахматович, там, там уже все было официально сказано, что было, ну, что нет никаких претензий. Просто не было от команды или от СМИ или от самого Федора какой-то, ну, вперед, шага вперед. То есть, у меня вообще у самого есть вопросы, на которых мне может дать ответ только сам Федор Владимирович. Ну, то есть, я на них только могу объяснение сам себе объяснять, почему, ну, это вопросы не убирает. Все. Потом опять, опять... Это личные вопросы, не можешь их озвучить сейчас? Ну, я просто не хочу это уже ворошить, это уже ушло давным-давно. Может быть, они и личные, но просто этого не было... Это следствие определенного, определенного какой-то истории, что это так произошло. Это следствие всего. Что вот, ну, потом это все вылезло вот в социальную сеть и вот на все это увидели. Ну, я бы не хотел просто это ворошить. Просто у всех все осталось, ну, у всех свои мысли и... Ну, подведем итог. В целом, все, конфликт улажен, все хорошо, да? Ну, я думаю, да. У меня, ну, как бы, да. У меня не было ни с кем конфликта. Ютуб, вопрос к тебе. У многих людей ты ассоциируешься, у кого-то как тренер, у кого-то как менеджер, при том, что ты очень активный боец, и 2019 год ты завершил на мажорной ноте двумя победами, хоть и начался год не очень. Кем ты себя больше видишь? Менеджер, тренер, боец? И насколько это тяжело все совмещать? Я был тренером с 10-го года по 14-й. Я занимался тренерской деятельностью, плотно в этом участвовал. Вот как я начал уже уделять больше времени на себя, я больше себя позиционирую как консультанта. То есть тренер, я считаю, это человек, который несет на себя большую ответственность. Он постоянно должен проводить время со своими учениками. Но так как я все еще действующий боец, я не могу это себе позволить. И я как бы ограничился ролью консультанта. Как в футболе говорят, играющий тренер. Да. Опять же, играющий тренер не может заняться полностью тренерской деятельностью, так как он сам не будет развиваться. И это и случилось со мной с 10-го по 14-й год, где у меня и были первые поражения мои, так как я был больше занят учениками. Сейчас я себя позиционирую больше как бойца, чем тренера. Я планирую завершить карьеру после окончания этого контракта. Да, но это будет, по-моему, через полтора года он уже заканчивается. Я надеюсь, к этому времени я уже... Ну, следующий бой у меня будет за пояс. Я надеюсь, я его выиграю. И на этой ноте и завершу карьеру. И тогда я уже плотно буду заниматься тренерской деятельностью. Я буду говорить, что я тренер уже, а не боец. А менеджментом я займаюсь параллельно. У меня есть 4-5 бойцов. Никак это... Ну, это занятие не мешает моей подготовке, моим сборам. Поэтому это все электронно, все разруливается. И я могу это вместе вести. И бойцовскую, и менеджментскую. Макс, у тебя в 2019 году были два захода за миллионом долларов. К сожалению... В 17-19, да, 20-й. Да, к сожалению, миллион долларов не получилось забрать. Но и рекорд свой ты не испортил, да? У тебя сейчас, получается, на протяжении 9 боев нет поражений. Было голосование в клубе «Ахмат», где тебя видят дальше. И не думал ли ты, что в 2020 году пора подписаться в UFC? Да, слушайте, мой менеджер, да, всем известный, там, Аля Белазис и Резван Магомедов. Я задавал вопрос, почему меня не забирают. Он говорит, у тебя что-то личное. Ну, мы потом поняли, что это... Мне два раза присылали контракт, один раз я отказался, и перед тем, как вот Зуфу продал UFC, то есть Джо Сильва мне присылал контракт. Но у меня за месяц до того, что у меня было событие, контракта не было, но рукопожатная договоренность была. Финал у нас был «Ахмат», я с Анкалаемом, с Магомедом выступал. То есть я не мог отказаться. То есть американцы мне говорят, ты же понимаешь, если ты проиграешь, ты отсрочишь свои подписания еще дальше. Ну, для меня, например, репутационная составляющая, она важнее, еще раз, я о том же говорю. То есть американцы не поняли, почему, говорят, если у тебя нет контракта, подпишись с нами, получай там те же самые деньги, работы. Ну, то есть это вот восприятие, опять же, бытия. В смысле? Американец бы подписал бы этот контракт и не выступал бы, наверное, придумал что-нибудь. Ну, или еще кто-нибудь. Для меня это было неприемлемо. Собственно, это сыграло ролью, то, что меня там... Они говорят, они знают обо мне матчмейкинг, ну, то есть мы знаем, пусть ждет своего шанса. Ну, я уже готов, я уже хотел бы, это была моя логическая ступень дальше, потому что, ну, в принципе, в других ассоциациях я бы не хотел выступать, потому что конкуренция, в принципе, интересна там. То есть я понял, что с моим опытом и с моим, там, ну, поступательным движением вверх меня толкает только то, что конкурировать я готов. То есть если ребята заставляют меня конкурировать, то есть тренироваться, идти в зал и выступать, чтобы быть лучше. Собственно так. И я думаю, что, ну, мы идем к этому. Ты еще обосновался в американском зале. Ты часто, говорят, тренируешься в зале, но очень необычный выбор в зале Степи Меочича в Кливленде. И если так взять зал извест UFC, это, наверное, самый такой локальный и малоизвестный зал. Открытый зал, да. Да, почему-то. О нем, в принципе, не знают. Алекс Акамура, я вспомнил этот парень, запомните его, он дерется тоже в карде, вот сейчас в Вегасе, вместе с Коннором. А кто из российских бойцов там дерется? Оленик. Нет, Оленик. Оскар Оскарев, да. И вот. Собственно так, про зал. Ну, я попал туда случайно, так получилось, просто у нас общие знакомые, прилетя в Нью-Йорк, я искал любой зал в Нью-Йорке. То есть ребята говорили, давай до Кливленда доедем, там есть хороший тяж. Это был, наверное, одиннадцатый, черт побери, так давно, десятый или одиннадцатый год даже. И мы начали тренироваться, то есть тренеры подошли ко мне и сказали, у тебя крутая европейская школа, тебе нужно добавить. То есть тот самый тяж, это стипи? Стипи, да, стипи. Тогда он вот дрался, тогда я помню, я уезжал, он дрался, с кем же он дрался? С Роем Нельсоном, или с Гонзага в Чикаго. Ну, сам смысл того, что тренеры тогда, они в меня посели эту мысль, я до сих пор, вот, бьюсь в потолок, что тебе надо быть в UFC, у тебя очень крутая техника европейская, они ее так называют. Нужно добавить вот моменты с клеткой. Тогда еще мы все дрались в ринге у нас в стране, в клетке никто не дрался, только Fight Nights только начинал клетку вводить. И вот я начал, вот я там научился бороться возле клетки, мы уже приезжали сюда, начинали тоже передавать эти моменты, то есть у нас многие ребята же валились, кто тогда в клетке дрался, не знали, как вот, то есть их прижимают, они стоят вот так, то есть не умеют бороться возле стены, спиной, то есть это определенный пласт знаний тоже. Ну вот, собственно, тогда закрутилось, я ездил, дрался в локальных там турнирах 2-3 раза, и потом я уехал что-то, и как-то у нас получилось вот с Ахматом завязаться, там в Ахмате я выступал, то есть и так далее, там и так далее. Степи Меочич производит впечатление очень такого добродушного и простого мужика, вот, наверное, поскольку ты с ним общался, может быть, помимо тренировок, есть ли какие-то истории, которые наиболее ярко его характеризуют, ну, помимо того, что он действует... Слушайте, ну да, да, это, разумеется, у меня был вот первый мой лагерь с ним, допустим, мы поехали, тогда еще дрался Тим Сильвия последний свой поединок, я не помню, с кем он дрался, в UFC или то ли в Белатере, или в Райзене где-то он дрался, ну, в Японии. Он попросил, потому что Тим Сильвия тогда живет в Коламбусе, по-моему, мы поехали, вот, его друг полицейский, там, Стив, Стив и меня взяли заодно. То есть мы приехали, он снял номер, он платил за обед, и он сказал, вы со Стивом ложитесь сюда, то есть он нас положил вот на эту большую, там, ту кинг-сайз, эту кровать, а сам лег на раскладушку. Еще я себя так некомфортно чувствовал, ну, как бы у нас получилось, он говорит, он меня толкнул, говорит, ложись сюда, спи здесь, то есть момент такой. Ну вот мы помогали, там, на три дня ездили к Тим Сильвия. Ну, то есть какие-то моменты такие, что он очень так относится. А вы поддерживаете с ним отношения сейчас, помимо всего прочего? Ну, нам, собственно, нет тем для бесед, но там, взаимные лайки в Инстаграме, там, или подпись, да, они иногда меня вот там шутят, но они очень любят шутить, и у них... Вот как, 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 расскажи. Я вам так скажу, чтобы понимать американцев, о чем они говорят, и как они шутят, нужно быть в их сфере, ну, вот где жить вместе с ними. Бориться с ними. Да, потому что у них шутки, опять же, они позволяют себе шутить на те вещи, на которые мы с вами себе не сможем позволить шутить, понимаете? Там, да какие-то там такого формата шутки, там, ну, не хочется на камеру их говорить, ну, какие-то там пошлые, до того пошлые, что там, ну... Ну, типа там с девушкой заходит парень, и его знакомят, и вот, знакомьтесь, там, это мои друзья. Типа, а, говорит, да я ее уже давно знаю, типа, могут так пошутить, а не девушка такая, ну, типа, понимаете, почему я давно ее знаю, и как это кину, то есть там... Хорош! Да, ну, еще глубже, там, можно, там, типа... Девушку знает еще глубже. Да, да, и что-то там, когда у вас там дети будут, может, давай я тебе помогу, там, а-а-а, все, и я такой сижу, типа, эту пасту ем, такой, думаю, да ладно, что это за шутки такие. Ну, то есть у нас нельзя, не позволили, это вам, опять же, такой флешбек отношения Конора, языка, и что мы себе не можем позволить. Я бы никогда в жизни себе, ну, не позволил бы себе там говорить, там, то есть у нас... Но Конор, он, он ведь не американец? Да, ну, а культура, я имею в виду... Да, ну, а культура, культура, да. У них тоже попроще же ко всему. Да, 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 сама культура. Дорогие друзья, вот на этой оптимистической ноте мы говорим вам большое спасибо, что пришли. Желаем вам в будущем году, в этом году, точнее, побед, конечно же, здоровья, самое главное, чемпионских поясов. Ждем вас снова, ура! Спасибо. С вам годом. Дорогие друзья, дешевые враги, на этом наша божественная программа завершена. Вам, безусловно, понравилось это видео, поэтому ставьте свои лайки, пишите, конечно, свои комментарии, ну и подписывайтесь на наш канал. Но если вдруг вам не понравилось это видео, то хук вам, понятно? Хук.